Ежегодно 8 июля наша страна отмечает День семьи, любви и верности. Символ праздника – ромашка. Этот белоснежный цветок на Руси всегда ассоциировался с чистой и искренней любовью, русской природой и теплым летом. О ромашках сложено множество легенд и поверьей. И одна из них гласит, что на Руси жила прекрасная девушка Мария. И был у нее возлюбленный по имени Роман. И вот однажды Роману во сне приснился неведомый цветок с желтой сердцевиной и белыми длинными лепестками. Он был таким же нежным, как его Мария. Когда проснулся юноша, то он увидел на своей постели этот цветок. И он подарил его своей возлюбленной. Марии так понравился подарок, что она назвала его в честь юноши – ромашкой. Однако жители Одинцовского округа отдают свое предпочтение не только ромашкам. 8 июля в цветочных магазинах всегда наплыв посетителей всех возрастов. У покупателей пользуются спросом подсолнухи, розы, герберы, хризантемы и другие цветы. Также отличным подарком станет букет из полевых растений. Вот такие вот цветочки мы взяли. Полевые – это прекрасное решение для этого праздника, так как отмечают еще День Петра и Февронии. Поэтому эти прекрасные ромашки называются «Маленькие февроньки». И это прекрасное решение будет порадовать свою половинку таким букетом. Дата 8 июля выбрана не случайно. Православие – это День памяти святых Петра и Февроньи Муромских. Пример настоящей взаимной любви и верности. Впервые праздник отметили в 2008 году, и он сразу обрел большую популярность среди жителей страны. В Одинцовском округе у каждой семьи в этот день свои традиции. Замечательный праздник. Мы всей семьей, бабушки, дедушки, всей семьей ездим на МДНХ, можем погулять, можем съездить в зоопарк. Каждый год куда-то какие-то мероприятия пообязательно проводим в этот день. День семьи мы отмечаем каждый год. Мы дарим друг другу подарки. У нас растет замечательная дочка. Дочке исполнилось недавно 16 лет. А для некоторых пар этот день имеет и вовсе особое значение. Ровно 10 лет назад в этот день у нас начались как раз отношения. В городе Муром мы тогда были. Да, и там как раз устанавливали памятник, открывали, да? Да. В тот год мы туда ездили на рисовательный пленэр. И да, смотрели вот это все, все эти дела. И после этого как-то сразу съехались. Несмотря на то, что корни праздника уходят в 12-13 века, истинные семейные ценности, такие как любовь, верность, уважение и доверие, никогда не потеряют своей актуальности. Полина Толмачева, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».